Привет! Меня зовут Марина. Поехали в Корею! Например, учить корейский язык. Для этого нам понадобятся курсы корейского языка и желательно в Сеуле. Мы же хотим самое лучшее. Сегодня я расскажу, что нам для этого понадобится. Кто может поступать, какую корочку мы получим по окончанию курсов. Конечно, сам процесс поступления и оплаты. Какие бывают типы программ и, конечно, полезные ссылки. Не волнуйтесь, не в Сибирь! Для начала, какой тип обучения мы ищем и какую цель мы перед собой поставили. Существуют разные курсы. Трехнедельные – это каникулярные и летние, где мы больше узнаем культуру, немного общаемся с корейцами, ходим на разные экскурсии, концерты. Вечерние курсы, например, для тех, кто уже живет и работает в Сеуле. Также есть университетская программа, когда вас готовят именно к вашим будущим лекциям по вашей специальности, различным специфичным словам и делая акцент на всех нюансах и правилах вашего будущего обучения в институте. Также существует Advanced, либо, как его называют, седьмой уровень. Эта программа предназначена для меня. Для тех, кто уже выпустился, либо имеет шестой уровень, и кто хочет, например, преподавать корейский язык, для этого нужны специфические знания. Ну и, конечно, самые популярные курсы – это трехмесячный тип обучения. То есть, когда вы за один семестр, который за три месяца, проходите всю программу уровня. Благодаря этим курсам регулярным вы можете получить полноценный сертификат, либо даже диплом по окончанию. Диплом дадут, когда и если вы закончите все шесть уровней. Будьте реалистами. Как заметила моя мама на выпускном, к выпуску остались только азиаты. Наличие любых других национальностей было единичным. Хотя изначально нас было 50-50. Просто не все дожили до выпуска. Они были либо отчислены, либо добровольно ушли. Но чаще были отчислены. Так вот, об этом регулярном курсе мы и поговорим сегодня более подробно. Для начала нужно выбрать, в какой вуз и на какой семестр вы хотите поехать. Нам нужно просмотреть на сайте сроки регистрации. Конечно, за основу выберем лучшие вузы по преподаванию корейского языка. Первое место Йонсэй, Сольдэ и Курьёдэ. Юсэйский, Сюльский, Корейский университет. Нам нужно постараться в самом начале набора на семестр уже выслать все наши документы и заявку. Так как мест в утренней смене не всегда хватает, то чем раньше вы пошли в документы и онлайн, и офлайн, тем у вас больше шансов поступить. Поверьте, есть и те, кто просто не успел физически быть зачисленным. Либо ему не хватило мест, либо он просто не успел оплатить срок. Кстати, если ты уже учишься в Корее, либо ты уже учился, напиши где и в каком институте в Корее и понравились тебе там курсы корейского языка. Давайте разберем на примере Юнсэ, это когда самый популярный институт корейского языка, КЛИ. Например, посмотрим на расписание сайта. Юнсэй Regular Program, то есть основная его программа. Что мы видим? Что фолл, осенний семестр, 17 апреля по 14 июля. То есть 17 апреля открывается регистрация, и нужно постараться к этому числу уже зарегистрироваться и выслать все документы. Сама учеба, конечно, начнется 1 сентября, и тест на определенные уровни будет за пару дней до этого, но все организационные вопросы, как вы видите, проходят заранее. Кроме как страницы сайта Юнсэя по регистрации и расписания всех ближайших семестров, вы также можете посмотреть, например, страницу СОУЛД, то есть Сеульского института, и также КОРЮДЭ, Корейского института. Но помните, Юнсэй, он Ильтэн, он самый первый на самом лучшем месте. И не забывайте, что для поступления на любой тип курсов вам необходим диплом минимум 11 классов. Это минимальное ваше знание. 9 классов, либо колледж в Корее не считается законченным средним образованием. Поэтому наберитесь силой, сдайте ЕГЭ. Если вы не уверены в себе, что вы зайдете ЕГЭ, мои дорогие, тогда вам и в Корее соваться нечего. Там еще будет строже и сложнее. Поэтому иметь корочку 11 классов, либо бакалавриата российского, это ваше минимальное знание для Кореи. Какие же документы нам будут необходимы для курсов Корейского в КЛИК, Korean Language Institute? Давайте посмотрим. Во-первых, это, конечно, заполненная анкета. На сайте вы регистрируетесь и заполняете ее. Простые ваши данные. Откуда родом, какие документы и так далее. Второй необходимый нам документ по порядку это оплата за вступительный взнос. Он везде немножко отличается, но примерно стоит 80 тысяч вон. Данная сумма вам не возвращается. Это организационные деньги, которые покажут, что вы настроены серьезно и ваши документы берутся на обработку после оплаты. Третий необходимый нам документ это либо копия вашего диплома с бакалавром, специалитетом и так далее, либо школьный аттестат за 11 классов. Это все должно быть переведено и заверено у нотариуса. Я сейчас говорю про российское гражданство. Четвертый необходимый нам документ это копия вашего загранпаспорта. Российский паспорт не несет никакой юридической силы в Корее, поэтому он вам даже там не понадобится. Некоторые российский паспорт посылали. Пятый необходимый документ, который вызывает у многих вопрос, где его взять. Это нотариально заверенное письмо о спонсорской поддержке. И тут многие вопросы. Как я могу представить письмо корейского спонсора, если там в Корее никогда не был, и у меня нет знакомых? Не обязательно корейского спонсора. Есть и другие варианты. Взамен этого спонсорского письма вы можете предоставить справку о банковском счете. У вас должно быть более 9000 долларов. Сумма немаленькая, не спорю. Эту сумму вы потом можете потратить после справки. Вы можете оплатить этой суммой ваше обучение в Корее, эти курсы, проживание, питание и так далее. Но вы должны показать, что деньги на оплату курсов у вас есть. Этот пункт необходим и за студенческой визы Д4, либо Д2. Если вы будете использовать счет не на ваше имя, а, например, на счет ваших родителей, пока что у них есть эти деньги, то понадобится документ, подтверждающий ваше с ними родство. Шестой пункт, который появился относительно недавно, это страховка. Страховку вы можете оформить любого типа, но сделать это необходимо до начала курса. Иначе вас могут просто не принять на ученку, когда вы приедете. Это может быть любая, даже туристическая страховка. Вы можете оформить в России, в Корее, без разницы. Последний необходимый документ, который вам понадобится, это цветная фотография 3,5 на 4,5. Фото вы должны будете прикрепить к вашей онлайн заявке на сайте. Оно понадобится для вашей идентификации, чтобы можно понять, что вот мы номер прикроем, что именно вы, студент Йонсея, когда будете учиться на курсах, либо же в институте, у вас будут такие студенческие, как бы, билетики. Сзади, пожалуйста, будут разные штрих-коды для пропуска в библиотеку, в тренджерный зал и так далее. И, в принципе, у вас будет мини-паспорт студента определенного университета в Корее. Фото должно быть не вариантом, я сейчас сейчас вот селфи сделаю, там подфотошоплю, поправлю, ой, красавица. Нет, ни в коем случае. Фото должно быть как на паспорт. То есть, волосы мы убираем назад, открываем максимально личико, белый задюфон и так далее. Сходите и сделайте его. Быстро и правильно. Если вы из нижеперечисленных стран, а я знаю, что у меня есть зрители из Казахстана и Украины, это вот для вас относится, то вам обязательно надо будет получить апостиль на ваш диплом, школьный либо институтский. Получить его, возможно, в корейском посольстве. Только там. Они подтвердят, что да, этот диплом является действительным. Теперь давайте поговорим о процессе подачи заявления. Во-первых, заполнить онлайн-форму. Ничего, в принципе, сложного нет. Но не пишите им или не отсылайте свои документы с Mail.ru. Mail.ru очень часто в корейских серверах уходит в спам, поэтому ваше письмо может даже не дойти. Возьмите либо другой какой-то ящик, либо, чтобы точно дошло, возьмите какой-нибудь ящик с окончанием com. Gmail.com После того, как вы зарегистрировались на сайте, необходимо заполнить онлайн-форму. Online Application Form. Это форма, которую мы подаем, чтобы попасть на определенный необходимый нам семестр, который вы выбрали. Первая форма была регистрация на сайте, вторая на семестр. Во время вот этой регистрации на семестр вам выдадут ваши личные ID и номер банковского счета. И вот этот ваш личный номер банковского счета, открытого по идее в Урии и Нэ, но есть там будет Юнсей, вы будете переводить оплату за институт. То есть не просто на счет института, а на как бы ваш счет в этом институте. Тогда они увидят, что да, вы оплатили, именно вы. Кто будет оплачивать? Вы, ваши друзья, ваша мама, не важно. Это не страшно. Любой может оплатить лишь бы на ваш счет. После регистрационной формы следующее, что вы делаете, это идете и оплачиваете вступительный взнос. Без него они не начнут проверять ваши документы либо обрабатывать вашу анкету. Оплатив вступительный взнос, не пугайтесь, что вам сразу же не написали. Ответ придет в течение одной-двух недель. Кому-то приходит через 3-4 дня, кому-то через 2 недели. Это зависит, конечно, загруженностью административного офиса. Четвертый наш пункт. Это, конечно, информация о вашем зачислении, то есть допуске на семестр. Вас проинформируют об успешном или нет прохождении конкурса. На электронный адрес, на e-mail вам проют письмо, успешно ли вы прошли конкурс или нет, и дальнейшие инструкции, например, по поводу оплаты самого семестра. И если каких-то не хватает документов, то их также запросят. Пятый наш пункт. Это оплата за обучение. Видите, мы предоставили справку, он влечит денег до этого, вместе с документами. А теперь мы платим. Можно теми же денежками за обучение. Оплачивать нужно за обучение, только когда вы получили письмо о зачислении. Подождите его. Оплатить нужно в сроки. Каким банком не принципиально. Вы просто делаете перевод с одного счета на другой. И шестой, последний пункт. Это финальное письмо подтверждения. Вы его получите после запрещения регистрации и оплаты курса. Если для визы в Д2 или Д4 вам необходима справка о зачислении, то не забудьте им об этом напомнить. Очень часто они, ну, потребования только высылают. Дополнительно по поводу нескольких организационных вопросов. В эссе, который будете заполнять во время регистрации, необходимо написать причину изучения корейского языка и ваши планы на будущее, которые связаны с этим корейским языком. Не нужно писать очень много. И не надо писать, я фанат кей-попа, я обожаю такого-то опу, аджо-ши, я хочу купить в Корее, я хочу с ними говорить на корейском. Я вас умоляю, не надо говорить. Пишите действительно, что вы хотите покорить язык, какая ваша цель, и что вы дальше планируете с ним делать, поступать дальше в Корее, учиться, работать в корейской компании и так далее. Вариант типа, я хочу выучить корейский язык, чтобы выйти замуж за какой-нибудь там айдол, или там жить в Корее, ну, как-то вот не самый лучший вариант. Также я собираю тем, кто хоть как-то знает корейский, хотя бы там хангэй, обязательно ставить галочку на прохождение тестового экзамена для определения уровня. Потому что даже на первом уровне подгруппы разные. И скорость у них, и база будет у всех разная. Вас сортируют по знаниям. Без галочки вас спасает нулевую группу, и будете две недели хангэлючить. По поводу загранпаспорта. Есть один нюанс. Обязательно вначале проверьте данный вашим паспорте. Он должен быть не только не просрочен, но и иметь минимум полгода действия после вашего возвращения на родину. Чтобы конфуза у вас не было, что прилетел, поучившись, у вас загранпаспорт закончится, и начнется такая бумажная волокита, что жалеть будете много-много лет. Плюс, кстати, вам еще штраф за это иммиграционный офис выпишет. Поэтому лучше заранее сменить, если надо будет, паспорт на 10-летний срок хотя бы. По поводу диплома. Еще до начала регистрации вам нужно подготовить его на реально оформленный перевод, либо посты, кому нужен. Именно копию, ну, скан вот этого перевода официального вы будете высылать в институт. Ни в коем случае не отправляйте ваш диплом. Не надо, это ваши личные данные. Если, например, вы еще учитесь в УЗИ, но вы выпуститесь до начала курса, то вы высылаете справку об обучении в УЗИ и о том, что диплом будет приложен сразу по получению. Если, например, вы учитесь в институте, но вы не выпуститесь до начала курса, вы приедете на летнюю программу, то вам нужно им приложить диплом об окончании 11 классов. Во многих ВУЗах, кстати, гораздо проще пойти и заказать английскую версию диплома, ну, европейского стандарта, нежели идти к нотариусу, делать переводы, что-то заверять. Каждый раз. Проще просто заказать сразу версию на английском. И дешевле. По поводу, влияет ли средний балл в моем дипломе на поступление на курсы корейского. Не влияет. Нет. Небольшое уточнение по поводу 9 тысяч на вашем счете. Как я сказала, что это может быть на ваше имя либо на имя ваших родителей. В этом случае вы предоставляете справку о родстве, средство от их рождения. Есть это на ваше имя. Справка должна быть из банка, свежая. То есть вы не можете там сделать это за несколько месяцев, недель до срока. Нет. Справка работает в среднем 3 рабочих дня. Поэтому, как только вы ее получили, если она будет на русском, то вы сразу же нотариально ее переводите и отправляете. А если, находясь в Корее, вы решите продолжить ваше обучение, вам понадобится заново обновить визу. Для этого собрать все эти документы и еще раз, плюс еще некоторые подожилия в Корее. Так вот, по поводу справки из банка. Она понадобится, но уже будет проблематично дать ее из русского банка. Вы же не сможете слетать, забрать, сразу же свежую дать. Для этого вам нужен будет ваш счет в корейском банке. Например, у Йонсэя все выбирают у Рингэн, потому что у нас и счета там, по оплате за обучение, чтобы из процентов перегонять. И, в принципе, у него очень льготные есть вариации для студентов. Вам понадобится ваш Тонджан, книжка счета корейского банка. Что вы делаете? В день, например, когда вы едете в иммиграционку, то вы берете, открываете вот последнюю страничку, вы ее открыли, тут стоит дата, последняя дата, и пусто. Вы эту страничку копируете. Можете прямо там, в иммиграционке, можете заранее, в институте, либо в другом офисе. Сделали копию, и копию этот листик, вы издаете как счет в банке, предъявляя, конечно, оригинальную книжку. Могут потребовать не всегда, но бывали случаи. В принципе, легко. Главное, деньги, чтобы здесь были. Нужная сумма. Все та же сумма. 9 тысяч долларов, либо 9 миллионов вон. Ну и на последок, я вам предлагаю посмотреть видео про гранты и стипендии в Корее, чтобы у вас, как минимум, сложилось общее понимание требований к вам, так как они почти идентичны для всех грантов. Плюс видео о том, как и с чего начался мой тернистый путь к корейскому языку и высшему образованию в Корее. Спасибо. И до новых встреч.